Ну привет, привет вам. У нас здесь Елена из Германии, Назгули из Казахстана и Катя вот из Украины. Мы всех приветствуем. Может к нам еще кто-то подключится, потому что мы собираемся еще Яну пригласить. Она как раз-таки такая тоже красивая, такая молоденькая, такая тоже вся из себя актриса. Она собирается быть актрисой, она как раз-таки занимается там, с ней укола. И сейчас как раз-таки, вчера мы с ней беседовали, я говорю, давайте уколу кому-то раз, потому что она, когда ей надо было выполнять какие-то движения, танцевальные или какие-то, вот она что сделала? Она до этого в течение недели делала приемы саморегуляции, осталась в какие-то состояния, тренировалась немножко, немножко, немножко. И когда у нее произошло событие важное, очень значимое, ну как войти в роль, да? И вот она, когда там вошла в это, она так чудесно, так чудесно, что все обратили внимание, что она была такая легкая, такая свободная, как никогда. И она меня спрашивает, может, что это вот так вот, то, что я занималась, вот так дало вот такой, как это называется, кумулятивный эффект? Ну, конечно, потому что мы же учимся войти в поток во время деятельности. Что значит войти в поток? Вы же Михаил Чискинхен Михаил читали все и смотрели, его заклад смотрели, что значит войти в поток? Да. Ну, это же то же самое, что в пении, что в танце, что в рисовании, войти в поток. Ну, Чискинхен Михаил, а Михаил Чискинхен Михаил, я советую, чтобы все в мире читали или смотрели этот доклад. Это очень важный доклад. Я не смотрела, какой доклад. Вот, 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 Елена, тебе очень важно, тебе на зголь потом сбросить видео, какой-нибудь доклад, потому что он изучал 60 лет людей, которые говорят о том, что они живут со смыслом жизни и что они счастливы. И он 60 лет изучал. Это американский психолог, известный венгерского происхождения, он пришел к выводу, что те люди, которые считают себя счастливыми, это те люди, которые, ну, к примеру, после войны там была разруха, да, вот, после большой войны, да, вот. Разруха, и вот, много лет назад, и тогда люди, чтобы поставить себя на ноги, восстановиться, они пытались схватиться за что-то. И там очень развиты были тогда теории Юнга, и далее, вот, они там, кто за гороскопы хватался, кто за какие-то там мистические теории, кто-то чем-то занимался, но нужна была точка опоры. По мере того, по мере того, как люди обретали какую-то устойчивость и выходили из ситуации выживания, ну, начинали получать деньги какие-то и так далее, то он увидел закономерность, что только часть из них считает себя счастливыми, причем независимо от того, какой у них добавлялся доход жизни. Когда он вышел из выживания, а потом только часть из тех, которые вышли из выживания, именно те, которые занимались созиданием. Ну, у нас же то же самое, ты в стрессе, ты в ситуации выживания, ты ни о чем другом думать не можешь, кроме как выйти из этого языка. Ну, что выживание есть внешнее, а есть и внутреннее, это стресс. Когда ты напряжение, ты ничего сделать не можешь, ты только думаешь, как быть, потому что мир валится прямо на тебя, это может быть паника, это могут быть страхи, и все прочее. Так когда человек выходит из выживания, только часть людей, которые занимаются творчеством, созидательным, они, вот эта часть, и чувствуют себя счастливыми, потому что они в какой-то момент, когда занимаются своим любимым делом, ходят в поток, это состояние, когда они становятся свободными от страхов, комплексов, стереотипов. Ну, и художник там говорит, моей рукой водил бог, там композитор говорит, я слышал музыку, и музыка сама лилась, и я только записывал ноты, и так далее, и так далее. Это войти в поток. Сумьяна вчера мне рассказывала, когда я выступала, и вдруг я вошла в такое состояние, я говорю, ну ты же вошла в поток. Так вот, дело в том, что Михаил Чискинхен Михаил, сложно имя, но я его очень люблю, потому что... Он же просто Михаил. Да, потому что он-то начинал свой путь поиска смысла жизни и счастья, он изучал, кто является счастливым, с йоги. И у него первые книги о том, что он писал о том, что он начал заниматься йогой для этого, чтобы стать счастливым и свободным. Но потом оказалось, что это ему не подошло, потому что там нужна дисциплина. Там нужно ежедневно, регулярно делать какие-то усилия над собой, и так далее, и так далее, ему это не подошло. И вот тогда он, через много лет, перешел к этому потоку. И понял, как это все устроено. Так вот, дело-то в том, что есть два пути. Можно путем дисциплины себя все время тренировать, чтобы в конечном счете стать счастливым, да? Свободиться. А мужа как-то вот найти другой путь, он нашел другой путь, он изучал вот, кто же счастливый, кто имеет смысл в жизни. Эти люди, которые заняты своим любимым делом, они когда ходят в это состояние любимого дела, им все дофига. Все дофига, понимаешь? Он не обижается ни на соседа, который наступил ему случайно там где-то на ногу, он там не обижается еще на что-то, у него снижается агрессия, а он занят любимым делом, он вырывается из этой повседневности, и он там, понимаешь? И вот это ему ничего не заменит, понимаешь? Вот тогда он чувствует, что у него есть что-то, точка опоры, это у него есть смысл жизни, да? Такие интересные вещи. Так он говорит, что я йогой не стал заниматься, потому что требует дисциплины каждодневного труда, и шел к потоку, а в конечном счете там сказал, но для того, чтобы люди, занимающиеся любимым делом, могли входить в поток, им надо не меньше десяти лет обучаться. Ты понимаешь, парадокс такой? А почему? Потому что, оказывается, он имел в виду обретать технику мастерства в любимом деле, над чем он работает. А вы пока краски раскладывайте, потому что самое главное, что когда вы входите в поток, и начинает ваша выпадет гог, вам надо вначале найти свой стик. А краски открыть и выдавить куда-нибудь, или просто открыть? Сейчас я вам скажу. Краски надо выдавливать таким образом, если это масло располагать линиями. Что когда ты входишь в этот, как это называется, такое... Враж. Враж, там, или еще что-то, ажиотаж, раж, там, ну, как это назвать, счастливое состояние, когда ты рисуешь, чтоб тебе не мешало, чтоб тебе из этого состояния автоматического исполнения того, что ты хочешь, что ты когда думаешь, о чем думается, и рука сама рисует, чтобы ты оттуда не выскакивала, тебе нужно так подобрать краски, чтобы они тебе не мешали. Вот почему он говорит, 10 лет учиться надо для этого, он имел в виду мастерство, чтобы ты, наткнувшись на кочку, не знаешь, что дальше делать, начинаешь напрягаться, думать, а он имел в виду 10 лет обучаться тому, чтобы ты в этот момент оттуда не выскакивал, понимаешь, ну, то есть технику мастерства, рисование или пение, или чего-то. А у нас это не нужно, потому что обучаемся мы рисовать не как кто-то рисует, как в академическом институте, там учат человека быть профессиональным художником, как рисует кто-то, чтобы он мог так рисовать, как кто-то рисует и так далее. Но на самом деле великие художники, именно те художники, которые в этот момент рисовали не как кто-то рисует, а как они сами рисуют, то есть слышали себя. Теперь послушайте, важно, чтобы вас краски не отвлекали в момент рисования, вам надо подобрать свой стиль. Кто-то рисует пастелью, кто-то рисует гулашью, кто-то рисует маслом, кто-то рисует акрилом. Надо просто несколько раз попробовать, какой краской вам легче рисовать, чтобы не было тех кочек, которые вас выводят в поток, в момент вхождения в это вдохновение. Но это главное, поэтому когда уже краски подобрали, акварель самое сложное, там пятно сделаешь и не сотрешь, правильно? А мы должны рисовать, не боясь ошибки. Я говорю лозунг. Чем больше ошибок, тем богаче живопись. Для того, чтобы ты, когда хочешь нанести очередную там красочку на холсте, надо, чтобы ты ее не искала. Надо, чтобы все было под рукой и так правильно разложено, чтобы ты на автомате брала. Вот ты разложила краски вот линиями, линиями, чтобы она всегда была чистенькая. Там кусочек отколтнула красочки. Раз, раз и сделала. А то если ты кучечками, как кино иногда показывают, вот у нас в руках палитра такая, и там эти комочки красок, ну ты раз туда, и все, а она, как говорится, смешанная. Тебе надо линиями расположить вот так линиями, ну там от черной к белому, или наоборот, от белого к черному. Белая там, потом бежевая, потом желтенькая, потом красненькая. Вот так, рядочком, линия. Светушку надо иметь рядом. И пакетик, куда это все сбрасываешь, чтобы кисточка всегда была чистая. Это первое. Чтобы рабочее место тебя не отвлекало от процесса. Вот это что важно. Второе. Я с Катей разговаривал, вот теперь Катя покажет свою картину, которую она вчера сделала. Сейчас постараюсь ее показать. Ух ты! Красота! Это прям как настоящий художник. Она обалденно нарисовала. Это карандаш? Да, это карандаш. Раньше рисовали хотели? Сказала, что она ввела карандашный рисунок еще акрилом. Акрилом блестящим. Ну там не видно, а на фотографии видно. Очень красиво. Да, вы давайте, давайте. Краски, потому что у нас осталось полчаса времени. Хасай, можно вас попросить немножко к балкону подойти? Да. А то у меня наполовину. Давай. О, все. Отлично. Послушайте, и что еще важно? Вчера я разговаривал, у меня есть друг. Он тоже в Белоруссии, но я сейчас пока буду в тайне держать его имя, он помогает мне обложку сделать книги моей новые «От страха к свободе». И вот он сказал интересную вещь. Я же всегда думал, что я знаю, что такое ключ. Я же два года этим занимаюсь. Я же все понимаю. Я в вашей школе нахожусь. Человек будущего. И вдруг я, говорит, вчера его нашел. Я говорю, слушай, ты как же? Я думал, ты два года со мной переписываешь и обложку мне помогаешь делать. Потом я скажу имя, потому что страна должна знать своих героев, как говорится, ну так, метафоры. Ну, гениальный совершенно, гениальный человек. Он такую обложку мне делает. Потом я фотографию на этой обложке тоже гениальный человек делал. Я потом все эти имена скажу, чтобы все похлопали, порадовались. Ну, он говорит, я только нашел. Я говорю, слушай, ну ты два года, два года, знаешь, ключи ты только нашел. Он говорит, да. Я говорю, а в чем было дело? А он говорит, а я все время чего-то искал и старался. Я во время того, что делаю разгрузку, делаю крест, делаю лыжника, я все время старался правильно сделать, чтобы найти что-то, то, о чем мы все говорим. А в этот момент я, говорит, с этими канадскими палочками пошел, задумался о чем-то и иду. И в какой-то момент себя поймал на том, что на автомате я иду, то есть он в поток ушел. На автомате иду и голова свободная всего. Я, говорит, думаю, вот же оно. И теперь я, говорит, любые упражнения ключа делаю и сразу быстро туда выхожу. Потому что у меня появилось вот это, ну как это, для пианиста, который пианино настраивает, но это ля, что ли, нужна. Камертон появился. Мы когда ключи обучаем, мы начинаем с чего? Мы начинаем ключевой стресс-тест, там и шалтай-болтай, или покачивание, там переминание с ноги на ноги, чтобы человек думает, о чем думается. Но это все равно, что с палочками как раз тебе хочется. У нас лыжник очень похож на краски и палочки, когда вот так делаешь. Так вот, Катя вчера сказала, я когда рисую, я одновременно с дочкой разговариваю. Так она как раз таки в этот момент освобождает свою нервную систему от излишнего старания. Понимаешь? От излишнего старания. То есть, чтобы войти в поток, чтобы войти в поток, надо рисуя, надо рисуя, заниматься параллельной деятельностью, которая не требует особого внимания. Я вам секреты раскрываю. Ну, секреты. Вот когда вот я поставил сейчас свою картину, которую я хотел доделать, вот. Видно ее, да? Да. Ну, я смотрел, смотрел, вот. Это вот то, к чему я сейчас говорю. Я сейчас ее доделаю. Я, когда с вами разговариваю, мне легче ее доделать. Потому что я не так сильно сосредотачиваюсь. Потому что, когда я сильно сосредотачиваюсь, я теряю чувство целостности. Я ухожу в детали. Я стараюсь ее сделать идеальной. А вообще-то, художнику же надо отходить от толстта, чтобы он видел ее как бы со стороны целиком. Ну, да. Большое видится на расстоянии. Именно, именно. То есть, там нам мешает излишнее сосредотачение. И вот, когда мы со своим другом говорили о том, что он наконец нашел ключ, меня это, конечно, очень порадовало, но я очень удивился, что он думал, что он нашел. И многие люди тоже не понимают, как это просто. И мы с ним вместе сформулировали. А в Китае-то, как говорят, дао дэцзинь. Деяние, недеяние. То есть, ты вроде бы и делаешь, и вроде бы и не делаешь. То есть, не надо слишком стараться. Мы учим людей, делая дело, находить различные способы. В этот момент не стараться. И поэтому я вот одновременно разговариваю с вами. Когда я с вами разговариваю, у меня речь лучше. Я одновременно жестикулирую. Я одновременно сейчас рисовать буду. Поправлю то, что я давно хочу поправить. Видите, вот это здесь вот как раз состояние возникает, когда ты одновременно и участник события, и его свидетель. ты одновременно смотришь, и одновременно как бы со стороны. Вот она вот находится в состоянии удручения, вот она сидит, плачет, и одновременно наблюдает картину. А здесь вот нету немножко как бы провал такой. Сейчас я должен чуть-чуть мазочком века сделать. Века. Я понятно объясняю, друзья? Да. Очень понятно. У меня есть вопрос конкретный. Вот сейчас я беру кисточку, у меня должна быть какая-нибудь идея, или просто я от фонаря? У тебя должно быть желание что-то сделать, понимаешь? Ну, это же вот... Есть два пути, о чем мы вчера с Яной говорили. Есть школа, значит, Станиславского. Это все касается любой сферы деятельности. Живописи, танцы, актеров и так далее. Вот все принципы, которые я сейчас объясняю в нашей школе хомо-катурсии. Есть две школы, например, Станиславский, который шел поэтапно. Он обучал актерам одним, вторым, третьим, четвертым, пятым приемом всяким. А потом в результате он должен был все сложить и возникает целостность. А был Демидов, который с ним все время ругался. Станиславский все время с ним был в контрах. Который, наоборот, сразу целая. Он обучал своих актеров сразу быть в каких-то там я не знаю терминологии каждого жанра, но какие-то эпизоды сразу играть. Целиком. В чем была проблема? Проблема была, я и пример привел. И то же самое в карате, например. Два направления. Когда ты стоишь перед зеркалом и отрабатываешь, допустим, прием до автоматизма. Потом другой прием. Ну, не перед зеркалом там. Потом другой прием. А потом, когда нужно в спарринге, эти автоматизмы у тебя в целом начинают работать. А есть другой подход. От целого к части. Когда тебя взяли с горы, вот так, толкнули, и ты катишься с горы, да, и от кустов отбиваешься, вот эти шипы кустов тебя врезаются, а ты от них отбиваешься. И ты пока скатился с горы, ты уже весь такой обученный, понимаешь? это школа Станиславского и Демидова. Понимаешь? То есть можно идти путем степ-бай-степ часть шаг за шагом, а можно идти от целого. Потом отрабатывать нужные детали. Поэтому каждый из вас, а у них все время была та самая полемика по этому поводу. Станиславский говорил, так надо, Демидов, так надо, но в конце концов в письме Станиславского к своей сестре, он там писал, когда Станиславский много лет работал на своей книге, он потом сестре сказал, что в письме, что все-таки Демидова надо было, я не дооценил, надо было о его подходе в первой главе к ним. Понимаешь, что если вот тут надо же посмотреть, в любой школе идет поэтапный процесс, потому что это школа массовая. Потому что, чтобы идти от целого части, нужен индивидуальный подход. мы как раз таки учим человека, находясь в массовом подстранстве, находить этот индивидуальный подход к себе. То есть, если любая школа учит людей, как делает дело и делает его кто-то, ставит Шишкина, Шагала, там, еще кого-то, вот так надо рисовать. И они учатся тень накладывать, там, это, а потом все вместе соберут через некоторое время. А мы как раз таки учим рисовать не как рисует кто-то, а как рисуешь ты. Даже если я еще не пробовал. Конечно. Поэтому я и обучаю вас найти свой стиль. Поэтому я сразу вам говорю, ребята, девочки, вы сначала попробуйте той краской, этой краской и этой краской. И найдите то, что вам подходит. что вы будете подражать вашему специалисту, который якобы вам говорит. Бери акварель, рисуй как я, смотри как тот рисует. Вот это все неправильно, если вы хотите быть хорошими художниками. Вы должны рисовать как вы рисуете. И тогда у вас откроется, и каждый из вас станет на нос. Можно сказать, самый лучший способ начать рисовать, это взять кисточку и поставить мазок. правильное. Возьмите кисточку, нарисуйте солнышко, и все будет понятно. Как дети делают, они же в этот момент совершают деяния, не деяния, как говорил Лао Цзи. лао Цзи. Ну, я не. Поэтому, когда вы занимаетесь каким-то делом, чтобы быстрее войти в поток, надо одновременно заниматься параллельной деятельностью автоматической, или, например, перебирая различные варианты, найти свое. Вот у нас принцип подбора путем перебора по методу ключевого. Как раз таки это есть принцип подбора путем перебора. Вот Леночка уже рисует, молодец. И да, не задумываясь, вот деяние, не деяние. Дао Дэцзин, который написал Лао Цзи тысячи лет назад. Это есть когда ты вроде делаешь и не делаешь. Вот это есть вроде бы ты в событии и как бы участник и свидетель события. Вот это вот интересно. И когда ты делаешь не задумываясь, а я так, собственно говоря, одному человеку помог сделать колоссальную работу над математической диссертацией, который никак не мог решить какую-то проблему или формулу какую-то. А я стоял рядом и все время с ним разговаривал. Я говорю, не задумывайся, пиши автоматически свои формулы в конце концов. И он раз слушал, он говорит, что ты со мной сделал? Я говорю, а что я с тобой сделал? Получилось, говорит. Ну потому что мы слишком зацикливаемся. Не надо зацикливаться. Потому что это же детство учили. Делать надо хорошо. Делать надо разбрасывать. разбрасывать. А вот Ватя с соседнего подъезда, да? Да, да, да. Наоборот, наоборот, человек должен быть широкой личностью. Он не должен быть, он или, значит, штангист, или шахматист. Кузьма Прутков говорил, что специалист подобен, чему он говорил? Интересно он говорил. то ли Фурунку то ли кому-то, то ли Прыщик или то ли я забыл. Ну, слушай, Пушкин рисовал и стихи сочинял, и много чего делал у него на полях своих стихотворений женские головки на автомате. Он же делал параллельную деятельность. Он, когда не мог сосредоточиться, что ему что-то мешало, он снимал лишнее напряжение тем, что женские головки рисовал на автомате. Да. А Конан Том написал шелохо, что ты играл когда-нибудь в чем-то серьезном, а? Отвлекался. Здесь дают такие книжки для того, чтобы всякие каляки-маляки в бюро рисовать. Как это называется? Немецкое слово, не знаю, как по-русски. Ну, в общем, всякую ерунду там, малевать просто от фонаря. Можно в книжном магазине такую книжку купить и малевать. Ну, да, малевать. Вот, собственно говоря, каляка-маляка у меня, значит, друг Тамара Зиновьева. Ну, Тамара Зиновьева, она искусствовед и художник. А вы посмотрите там в интернете Зиновьева, Тамара. Это мой друг, я очень нежно к ней отношусь, потому что она как раз в книге моей, вот в одной из книг целая глава, я ей предоставил, она целую главу написала, что каляка-маляка, который ребенок рисует там в детстве, не задумываясь, если ее развернуть на самом деле и обрамить, так сказать, эти контуры какими-то там красками, получится произведение. То есть у нас есть этот бог, этот творческий бог. Конечно, ты сидишь на уроке, когда каляки рисуешь, слушай, ты уже художником, просто потом нас начинает трамбовать, ты неправильно сидишь, ты неправильно сидишь. Вот почему, например, еврейские дети, они более умные вырастают. Их не ругают. Я вам сейчас скажу, их, во-первых, меньше ругают за плохое, больше хвалят за хорошее. Второе, они же имеют возможность, когда в школе сидят, у нас же как нас учили, сидят ровно и под этой неподвижной позой директивный способ обучения. Вот когда складывается неподвижная поза с директивным способом обучения, формируется рабская психология. К сожалению. А евреи почему умные? Я вот потому вижу, смотрю, они в школе сидят и раскачиваются, а у них даже, знаешь, фундаменталисты, почему они с этими пейсами, да, шаркающей походкой. Оказывается, когда они шаркающей походкой идут, у них вот эти колебания происходят, сбрасывающие лишнее напряжение. Но они-то не знают об этом. Они говорят, это мы-то ходим по истории написано. Это в Торе так написано, потому что природа такая. Интересная вещь, правда? У меня муж, он же афганец, прямо из самого Афганистана. И он рассказывает, что они, им когда исполняется четыре года, раньше, еще до революции, они идут в мечеть учить арабский язык. И вот им дают одну букву, и они эту букву долбят. И он говорит, что через какое-то время они вот так вот качаются, через какое-то время они вообще забывают, смотришь, говорит, в окно, а уже вечер. То есть они настолько вообще впадают в этот транс. И так, говорит, хорошо, легко, и прочее. Вот смотри, я вот красочку положил, вот немножечко, и глазик уже стал, века немножко проявилось. А тут было как вот падено. Вот, сейчас лучше стало, нет? Посмотри, я вот немножко. Сейчас видно, что это века прикрытое, нет? Да, сейчас чуть-чуть лучше стало. Еще надо подворачивать. Не вижу, я без очков. О, 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 о. Видно, да? Лучше стал, да. Да, а то было немножко такое вот, вот так, да? Вот, она крученица, видишь, она крученица, она в горе находится, вот как положение руки, видишь, она в горе, и одновременно она участник события и его свидетель. Так вот, это состояние деяния-недеяния, о чем мы говорим, ты одновременно находишься в событии, ты рисуешь, ты сосредоточишь, и одновременно со стороны смотришь. А для того, чтобы ты одновременно со стороны смотрел, ты должна или отойти от холста, чтобы так задуматься, посмотреть, или в этот момент Катя говорит, а я с ребенком разговариваю и одновременно рисую. Почему? Кстати, очень хорошо, когда вот сидишь плачешь, и вот ты в таких эмоциональных нагрузках позже сесть и рисовать. Ой, а можно пить и рисовать. Я уже говорил, у меня в Сахаре в свободе, в книге это все есть, скоро вы почитаете, вот сейчас я вот уже обложку мы закончили, с кем я говорю, да, вот, потом вы почитаете, там такие вещи, почему, и на чем настроен психоанализ, на выговаривание, и на чем, почему там Агата Кристия, я уже говорил несколько раз, когда писал о своей детективе, тарелки мыло, вот это вот, параллельная деятельность, снимает напряжение, то есть она освобождает затраты мозга, энергозатраты мозга, там доминанта у нее, она напряженно думает, а она сбрасывает напряжение по параллельной деятельности. так вот, для того, чтобы человек мог спросить напряжение, и на автомате думать лучше, в этот момент он входит в поток, а теперь, внимание, он входит в поток, вы помните, у Льва Толстого, Львен, когда косил траву, он входил в состояние счастливости, а потом иногда оттуда выскакивал, то есть он в поток входил за счет повторяемого действия, а потом выскакивал, а выскакивал, когда на кочку натыкался, на кочку натыкался, а вот старик, который шел впереди него, он эту кочку быстренько обрабатывал и дальше шел, у него было мастерство, а у Львена этого мастерства не было, и он выскочил из потока, а потом опять надо войти, ну, Толстой же, как гениальный наш Толстой, заметил эти закономерности. Так вот, у Михаи Чисхенхен Михаи, как раз таки, почему он сказал, что надо 10 лет учиться в мастерству, чтобы научиться входить в поток, он имел в виду, что если человек не умеет технически как делать, рисовать, как делать, это кочка, которая его исполняет только, и он говорит, 10 лет надо учиться, чтобы эти кочки, ну, это я говорю, кочки, не мешали вам, а были как раз вы в потоке, а мы говорим, а мы для того, чтобы войти в поток перед рисованием, просто делаем синхрогимнастику, снимаем лишнее напряжение, и потом, когда начинаем делать деятельность, мы уже раскрепощенные, и входим в поток, и нам не надо 10 лет для этого тренироваться, и второй подход у нас такой, не массово школьные, степ-бай-степ, а именно учись, как делаешь ты, а не как кто-то, то есть найти свой вариант, свой стиль, авторский стиль, я понятно объясняю, да? Очень понятно. Все-таки лучше стало вот у него с глазиком, да? А теперь я вам скажу такую вещь интересную. Наше внимание. Знаете ли вы, знаете ли вы, Джоконду, Мона Лиза? Да, А знаете ли вы о том, что наше внимание до такой степени нами неосознанно? А знаете ли вы о том, что у Моны Лизы бровей нет? Нет. Ну, посмотрите потом, ну все посмотрите потом, у нее нет бровей, это же фантастика. Я раньше все время старался, чтобы брови были, я думал, как брови сделать. У меня не было, я автоматом рисовал, автоматом рисовал, а брови забывал. А потом я вспоминал сознанием и начинал дорисовывать, дорисовывать и так далее. А на самом деле я был прав, но мне сознание говорило, стереотип, что не за брови нарисовать. Сейчас подержу. Да, алло. Алло. Елена, вы же нарисовали? Пожалуйста, через два минута. Нет, мне не нравится рисовать этими. Либо у меня краски старые, либо мне не нравится. На кочку напоролось. Попробуйте чем-то другим. На кочку напоролось точно. Мы как бы быстро двигаемся вперед. А что у вас еще есть? А тебе другое бы. Да у меня все есть, у меня есть гуашь. Так возьмите сейчас другие краски, попробуйте другими красками. Я уже сейчас должна уходить, поэтому я. Ну, она старается. Дело в том, что у нее же там доминанта другая. Рена попросила, чтобы мы восемь часов закончили. Да, да, но ты не делаешь. Да? Ну, ничего, ты потом все понаслушаешься, ты знаешь принципы. Так первое. А я бы перебираю всякие инструменты и то, что мне больше всего. что тебе подходит. Ну, ты представь себе, ты пришла на работу, тебе дают что-то сделать, там, станок какой-то. Ты же сначала должна инструменты понять, какие у тебя есть. Поэтому, если рисовать собираешься хорошо, ты должна попробовать нарисовать солнышко разными красками. Да, во-вторых, сразу бери хороший холст. В-третьих, чем больше ошибок, тем богаче живопись. Потому что, если краска позволяет, ты исправишь, изменишь, и она будет еще лучше смотреться, как ковер. То есть, это для того, чтобы снять страх ошибки. Следующее, подбирай тот стиль, когда ты рисуешь, не задумываясь, как рисовать. Для этого ты можешь иметь образ, какой ты хочешь рисовать, либо думать о том, что ты хочешь нарисовать, либо начинай каляку-маляку, и потом она у тебя разрисуется и получится, что надо. Или ты в этот момент там параллельно занимаешься, как Агата Кристия, когда она мыла посуду, она и создавала все свои произведения. Ты знаешь, несколько правил, да? И самое главное правило. Вот это деяние, недеяние, чтобы ты входила в поток, перед этим, перед этим, хорошо, если бы ты сделаешь пару минуточек разгрузку, раскрепощение, если бы Михаил Ческен, Михаил, знал о том, что есть раскрепощающая психрогимнастика, которую сейчас и актеры, и режиссеры, и летчики, и писатели, и математики, перед тем, как делать важное дело, которое им хочется сделать. Ну, может, и не хочется, а надо. Если они это раскрепощаются, так они быстрее входят в дело. Вот и все. Сегодняшнее занятие. Вопросы есть? Ну, Катенька, я тебе хочу сказать, как люди не замечают, что у Джоконды нету бровей, точно так же люди не замечают, когда видят целое, некоторые детали. в твоей картине увидела эту деталь, над которой следует поработать, как я поработал над этой. Покажи еще раз твою картину. Сейчас. Видно ее? Все было. У тебя прекрасное вот целое, прекрасное целое, но одна маленькая деталь, которую могла заметить только женщина. я за этим целым не увидел. Она пришла, наша Наташа, писатель из Белоруссии, она сразу увидела, говорит, какая прекрасная картина, ну, какая прекрасная картина, только губка такая нижняя, немножечко бы ее, говорит, сократить, нижняя губка, вот, чуть-чуть, вот эту хромку. И она, она такая гениальная, а я, как мужик, вижу целое, она как женщина, в виде детали, поэтому мой друг Таллина, Володя Тарасов, когда читал свои лекции еще на заре своей молодости, он создал первую школу красных менеджеров, тогда нельзя было менеджеры, тогда уже красный день, тогда, когда читал свои лекции, он говорил женщинам, которые работают с мужчинами, мужчины никогда не должны, если они начальники, ругаться с женщинами, потому что женщина видит детали, вот вы, например, пришли и разносите там свою компанию, вы вошли в раж, она смотрит штанишки помятенькие, вот там пятничка, мне так нравится эта картина, она вот, вот это целое, как у него прямо вот это вот, вот это нельзя сказать, вот это целое, как где вот так вот, вот так вот, да, детально не сделаешь, не суммируешь по Станиславскому, там можно только по Демидовски, вот так, целое, я правильно, да, ну, когда мы соединили Станиславский подход и Демидовский сейчас, когда целое и деталь, получился шедевр, руки золотые, Катя, у вас, я только учусь, ну, так вот, у меня как-то вот задали мне вопрос, да, вот перед нашим занятием, рисовала ли я раньше, я раньше рисовала, я рисовала только карандашом и так, общей картиной, которые там, ну, так вот, силуэты, скажем так, а вот, я очень хотела рисовать красками, никогда этого не получалось, я не представляла, как я вообще буду ими рисовать, я ходила в художную школу, мне сказали, что у меня ничего не выйдет, стереть бы сейчас своего учителя, а вот, получается, я попала в такую ситуацию, что у меня были паники жуткие, я лежала два месяца, вот, потом познакомилась с Хасаем, я тогда еще даже представить не могла, кто бы мне сказал, что я потом буду рисовать, вот, я делала разгрузку, вот, занималась тогда своим здоровьем, а потом решилась все-таки рисовать, на примере Хасая, потом же меня так вдохновило, что он никогда не рисовал, а потом раз и выставку через год, я так это, думаю, а почему не я? Правильно. вот, я взяла кисточку, сначала у меня были действительно каляки-маляки, но меня это вообще не смущало ни разу, начали получаться такие картины по чуть-чуть, по чуть-чуть, вот, я начала их и в группу выставлять, там и так далее, люди хвалят, я так, у нас же мнение, мнение людей, раньше было на первом месте, вот, важно сейчас, ты от страхов избавил, у нее же паники были, вот, сколько у тебя скорой помощи было за месяц? У меня скорая помощь была каждый день, по поводу паники, да? Да, я два месяца лежала, и два месяца они знали пути ко мне домой, они знали, что я позвоню, вот, я избавилась действительно от паники, ну как, они-то есть в панике, то есть, они у меня там не то, что там взяли и волшебным образом исчезли, вот, работы еще есть, но я к ним уже совсем по-другому отношусь, допустим, сегодня я выбралась наконец-то впервые за год с ребенком в больницу, для меня это был шок, потому что я далеко от дома, ну, не отходила практически год, вот у меня паника сегодня поднялась, но я так раз посидела, вышла и... Что ты сделала, что ты сделала? А я сейчас рассказываю, я выхожу из машины, мне руки трусятся, я так взяла, так пару секунд, так вот сильно-сильно потрясла руками. Она знает, что как слышать себя, она прошла круг обучения, она теперь слышит себя, раз руки трясутся, надо потрясти, а люди по стереотипу думают, ой, трясутся, ой, наверное, сейчас со мной что-то стоят, это защитный механизм, его надо просто усилить, молодец. Я буквально 10 минут очень сильно потрясла руками, пошла, надо что-то заходить, я зашла в больницу, там при людях, конечно, не постоишь руками, не потрусишь, вот, я что сделала? Я сделала то, что людям, в принципе, привычно, ну, привычно для вида, скажем так, я встала, руки в замок, и качаюсь ноги на ногу, вот так встаю. Во, 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 во. То есть люди этого ступают? Я тебя кругом поздравляю, потому что она избавилась от этого ужаса, потому что человек не жил, а выживал. Да, мне 10 паник на день было. Она рисует, ей с детьем разговаривает, и поехала куда, а хочет. Да, сейчас у меня на скайпе будет вечером парень, который мечтает путешествовать, и так далее, Но у него проблемы с паниками Так мало того, что он Так же, как и Катя, станет к ним По-другому относиться И всегда может их снимать Хоть в самолете, хоть на пароходе И будет при своем путешествии совершать Мало, мы его еще и художником сделаем Мы его еще и музыкантом сделаем Да Поэтому и нужно Чтобы Даже страх использовать себе Как причину для своих новых достижений Я хочу Напомнить то, что вы всегда Мне говорите и повторяете Периодически Самое главное понять при паниках При нервных состояниях, при проблемах Что завтра будет лучше Конечно, потому что Когда криз наступает Все великие-великие психологи Учат других Начиная от Трампа Я шутя говорю Он же тоже сказал Когда я потерял все Когда я потерял все После этого у меня было лучше Имеется в виду, когда криз На самом деле Вот эта волна энергии Мне кажется О, молодец 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 Красиво очень Это все равно Как штангист любит Почему штангу поднимает Потому что когда он поднимает криз Это напряжение максимальное Потом он ее постаровал И так легко стало И голова стала лучше работать Все вопросы решает Он думает, что он штангу любит На самом деле он любит думать Вот эти кризы После действия После действия, да Если вот ты молодец Вот ты молодец Поэтому ты специалист Поэтому ты психотерап Молодец Молодец После действия Просто люди не связывают Эти пазлы между собой И поэтому люди Не всегда понимают Почему кто-то любит Полынуть А кто-то любит вязать А кто-то любит рисовать А кто-то любит штангу поднимать Они не связывают После действия С действием Причинно-соследствия Наша школа Как раз таки помогает Чтобы люди научились Эти пазлы Складывать целостную картину мира Вот-вот-вот Я как и обещал Восемь часов закончить Я вам сейчас еще Прям две минутки расскажу Что у нас сегодня случилось Пациент У нас сегодня поступил один пациент Ему катетер делали Сердце исследовали Он мне говорит Мой пациент Психотерапевтический Он мне говорит Я так У него клаустрофобия Он боится Боязнь замкнутого пространства Я ему говорю Тоже Как бы самую Я говорю Да вы же не волнуйтесь Операционный зал большой Там много света Как бы вам Не будет никакого Замкнутого пространства Ну я пошла по своим делам Через полчаса Смотрю Летит мой пациент Голый Ну не голый А в этой рубашке В этой Ну да Голый Извиняюсь Попой Весь в крови Эти катетеры У него болтаются Глаза вот такие Вот ко мне летит Спасите помогите Говорю что случилось Он говорит Лежу Жду Все в порядке Потом Значит сзади Две медсестры Доктор ему ввел Катетер в вену Ему поставили Вот так вот две лампы Перед лицом Он говорит Врачу Кардиологу Я не могу Я не выдержу Уберите А он говорит Ничего страшного Короче Которые никогда Не испытывали Они вдруг думают Другие могут Взять себе в руки Возьми себе в руки Это пока Не пуганный воробей Как его отступить Потому что страх Это как джин из бутылки В любой момент Может быть Ничего возможно Управлять Короче Начну Учить Регулировать Своё напряжение Он Это всё Повыдергал Видимо Совершенно Он очнулся Только у меня В кабинете И смотрит На себя У меня там Зеркало Говорит Господи Что такое Со мной случилось Ну то есть Невал Это состояние Что? Ты сняла у него Это состояние? Да Ну вот молодец Потом в следующий раз Расскажешь Как ты снимаешь Поймите Я теперь у вас Что ты рисуешь Потому что мы Дальше продолжаем Дальше Встречи Следующую встречу Мы продолжаем Рисовать Так Учимся Расскричаться Мы сегодня Не делали Синхрогимнастик А в следующей встрече Напомните мне Чтобы я вам Показал детали Чтобы легко Было делать Как подобрать Свою Синхрогимнастику Как подобрать Как исключать Два Тоже Чтобы элементы Были моделированы Это будет супер Если можно На следующей школе На следующем занятии Как раз Дорасскажу Как вот Начала все-таки Рисовать Да Обязательно Давайте Будем ждать Наргиз У тебя есть вопрос Какой-нибудь На завершение Сегодняшнего уроку У меня Знаете Все-таки Такой вопрос Возникает Я вот Начала Что-то делать Да Мой коляки Маляки Но все равно У меня такое чувство Что нужно Научиться Определенной технике Рисовать Потому что Или у меня Краска такая Вот эта акриловая Я рисую И у меня Чувство Не очень получается Покажите Я тебе сейчас Я телочка Видите Я хочу Посмотреть Покажи Мы все любознательные Малюет И путь Путь молевания Приведет тебя К произведению Только я тебе Предлагаю Еще раз Эти правила Запомни Правила подбора Путем перебора Не только Секрогимнастики И ключа Относится Это ключевые принципы Для всей жизни В том числе И рисование Перебирай краски Посмотри Какая тебе легче Удается Перебирай стиль Рисования Не слушай никого Делай так Как тебе Можно свои подбирать Свои подбирай Да конечно Леонардо И стал Леонардо Потому что он Слушал себя Вот как Я же говорю Для различных Сфер жизни Вот Катя Как говорит Она слушала себя Ее тряслись Руки Она их потрясла А другой бы Так не додумался Поэтому мы говорим Настоящими действиями Мы обучаемся Снимать напряжение Использовать Энергию стресса Использовать Даже кризисы Для того Чтобы создавать Новые достижения Это вот ты увидишь В следующий раз Ты нам покажешь До чего Ты домолевалась Хорошо Обязательно покажу Еще один вопрос Можно Хатай Макомедович Пожалуйста Помните Я тут раз задавала А для художников Например художник Который столько-то лет Уже рисует Но никак не может Найти свой стиль Свое направление А ему что посоветовать Чтобы он тоже Дальше Сигра-гимнастику Сигра-гимнастику Ключ мы не можем Посоветовать Потому что Для этого Мне надо С ним Сниматься И надо Чтобы он Перечитал Несколько Книг Моих Там Сайты Стрессу Пусть возьмет Пару книг Почитает Там все написано И возьмет Наши Пару Онлайн Мастер-классов Посмотрит А в принципе Ему нужно В принципе Научиться Снимать Зажимы Потому что Будь то художник Или штангист Он должен Перед работой Раскрепоститься Потому что Свободный человек Мысить свободно А зажатый Во власти Страха Комплексов И стереотипов Раскрепоститься И он тогда Найдет свой стиль Быстрее Отлично Спасибо большое Я ему обязательно Это передам Обязательно Ему Обязательно Спасибо огромное Доброе Значит мы Через несколько дней Давайте через неделю В следующий вторник Да В следующий вторник Все договорились Да Можно Отлично Следующий вторник Друзья Я вас Целую Щечки До встречи До встречи